СТОЯТЬ, БОРЗЫЙ! СТОЯТЬ, БОРЗЫЙ! СТОЯТЬ, БОРЗЫЙ! СТОЯТЬ, БОРЗЫЙ! Да щас я остановлюсь, что вы меня опять поймаете! Выговорила, пятый раз не сработает! Борзый, стой! А хоть я тебе новую татуху покажу свою! Чё, какая татуха? Покажи нам! Быстро мы тебя догнали, да? Четыре минуты! Это рекорд! Можем оформить официально! Щас мы тебя официально оформим! А чё ж вы не сказали, что будете официально оформлять? Я бы подготовился! Чисто я дел бы! Из города свалил! Улыбочку! Улыбайся! Всё! Отпускаем его! Точно? В пятый раз? Да, да! Борзый, ты свободен! Вы чё менты? Простоквашино присмотрели? Это чё за фотоохота? Да нет, просто конец месяца, а у нас показатели хромают! Нам нужно десять задержаний сделать, Борз! Но мы ж не старая милиция, а мы умнее! Десять задержаний не значит десять задержанных! Мы же можем одного преступника десять раз поймать, понимаешь? Ты потерпи, Борзенький! Ещё пять задержаний и всё! Ну? Угу! Беги, Борзый, беги! Беги! Чё, опять бежать? Беги! А ну, стоять! Вы поймите, я не могу этого сделать, я вас практически не знаю. Господи, вот что мне сделать, чтобы вы разделись и легли? Что? В ресторан вас сводить, цветы подарить, стихи прочитать? Поверьте мне, спать на операции это нормально! Даже на первой! Ну, вообще-то я замуж! Да вообще-то мне пофиг! Знаете, я либо окажусь внутри вас так глубоко, как ни один мужчина до меня, либо вы окажетесь, извините, глубоко под землёй! Аппендицит это не шутки! Ну, можно, чтобы хотя бы мой муж присутствовал! А чё только муж! Давайте все, давайте свекровь зовите, маму, подружек не забудьте! Чё, пусть они вас пофоткают, а вы потом выложите в Инстаграм свой глубокий внутренний мир! Что, издеваетесь? Я? Да вообще-то вы первое начали! Ну, какой муж во время операции? Ну, как же, на родах разрешают, а на операции нет? Господи, да я сейчас сам рожу от ваших предложений! Ну, просто поймите, что мой муж очень ревнивый! Очень! Ладно, зовите вашего мужа! Бутербродик! Пирожочек! Да, сосисочка моя! Что, он тебя трогал? Нет! Да вы как одеты? Мы здесь операцию проводим, а не порнуху снимаем! А, так это, это чтобы жена не стеснялась, как бы поддержка, ей же придется раздеваться, а я что, одетый буду? Все, все будет нормально, давай, ложись! С какой стороны аппетитит? Справа! А, а у баб? Тоже! Ни хрена себе, совпадает! Давай, на левый бочок ложись! Ага! Давай, молодец! Вот, вот, вот сюда! А я вот тут вот так вот надел, чтобы не мешать доктору! Ага! Слушайте, а может я уйду, чтобы вам не мешать? Да нечего, оставайтесь! Нет, ну, вы поймите, что он, правда, очень ревнивый! Ну, либо так, либо вообще никак! Никак! Ладно, оставайтесь! Ага! Только без глупостей! А то один взмах скальпелем, и глупить уже будет нечем! А в чем разговор? Я вот на, 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 в безопасном расстоянии! Давайте! Ага! Не мешаю! Все! Я тебе сказал, если ты не решишь этот вопрос в течение часа, я тебе глаз на жопу натяну! Мне? Тебе, тебе! Все, давай! Здрасте! Здрасте! Софья, а как вас там? Николай, ну! Ага! Я надеюсь, причина моего вызова более серьезная, чем ремонт школы, потому что мне пришлось отложить такие дела, что там не то, что на ремонт школы, там на всю вашу школу хватит! Я вызвала вас по поводу успеваемости вашего сына! Поправочка не сына, а внука! Да-да, в вашей школе учится мой внук! Внук, вы хорошо выглядите! Спасибо, я знаю! Кольенька, дай ей визиточку моего пластического хирурга! За пару десятков тысяч долларов будете выглядеть на 25, как я! Вообще-то мне сейчас 25! Ну ладно! А что по поводу внука? Ваш внук, Дмитрий Жлобов, безответственно относится к учебе! Контрольные за него решают отличники! А портфель носят старшеклассники! А он целый день сидит в своем телефоне с тупым выражением лица! И ничего не делает! Вы что-то сказали? Я говорю, если так дальше будет продолжаться, то я ему поставлю неуд за год! И ничто меня не остановит! Угу, угу! Кольенька, дай мне портфельчик! Кое-что хочу вам показать! Софья, как вас там? Николай! Угу! Так, вот! А, нет, это не тот! Да! Вот! А, это Семенова! Угу! О! Да! Читайте! Только эта информация конфиденциальная! Это подарок Димочке на окончание школы! Подождите, аттестат об окончании средней школы ученика 11-го класса Жлобова Дмитрия? Именно! Все отлично? И по моему предмету, по истории? Подождите, подождите, но он же сейчас только в шестом классе! Как такое возможно? Возможно! Возможно! Софья, как вас там? Возможно! Эх! Раз уж пошла такая пьянка, то еще кое-что вам покажу из Диманых достижений! А, да! Вот! Красный диплом? А, звучит! Об окончании университета? Да как же так? И зачем же он тогда вообще в школу ходит, если у него есть и аттестат, и диплом? Ну, как же! А я в Раду зачем хожу? Потому что ходить, это полезно! Эх! Раз уж мы так с вами разоткровенничались! Смотрите! Тоже для Димки! Удостоверение народного депутата Верховной Рады Дмитрия Жлобова! Ну, конечно! Кто же о вас, о народе подумает? Вот мы, Жлобовы, и думаем! Дмитрий Дмитрий Семенович, вы на массаж опаздываете! А, сегодня простата! Да! Все! Ну, что ж, до скорых встреч! Надеюсь, что нет! Коля, оно закрыто! Простите, Дмитрий Семенович! Пожалуйста! Напугал меня! Скажу в классе, что Дмитрий Жлобов стукач! Может, хоть дети его научат! Привет, крошка! А хочешь, я намажу тебе спинку кремом? Нет! Думаю, третий слой будет лишний! Ну, а что ты хочешь? Хочешь пивка? Я хочу, чтобы ты шел туда, куда шел! Хорошо! Пришел! Я как раз сюда и собирался! Очень оригинально! А как зовут самую красивую крошку на этом пляже? Ну, Яна! Ну, Яна! Это имя! Не паникуй, не паникуй, не паникуй! Держу! Что? Что происходит? Спокойно, спокойно! Спокойно! Что вы делаете? Я тебя спасаю! Да кто вы такой? Я спасатель! Я делаю свою работу! Нет! Зачем меня спасать? Я же на пляже! Надо тебя спасать! Я видел ее мужа, и он сейчас идет сюда! Ты мне еще спасибо скажешь! Кабанов, на выход! Что? На выход, говорю! По этапу! Я говорю, по этапу? Нет, нет, Кабанчик, присядь! Леш! Слушай, у меня к тебе дело есть! Ну, давай, рассказывай! Я весь во внимании! Я смотрю, ты, ну, сильный, крепкий! Наверняка это делал! Ну, даже если не делал, то, я думаю, у тебя это получится! Тем более, эта штука оплачиваемая! Ну, давай, рассказывай! Не тяни, Катазов, обержи! Эм! Только так! Чтобы об этом никто не знал! Могила! Короче, у меня есть теща! А-а-а! Все понятно! Как ты хочешь, чтобы это было? Похоже на самоубийство? Или чтобы она помучалась, скотина такая? Да нет! Ладно, сейчас! Чтобы долго не объяснять! Ага! Вот! О! А ты, Макгеш, начальник не ожидал! То есть ты хочешь, чтобы она сама выкопала яму, накинула себе петлю, выпила яд и сама себя закопала, да? Складно базаришь! Нет! У нас есть дача! На даче огород! Вот надо будет, чтобы ты этот огород вскопал, но только так, чтобы она не знала, что это ты! Понял? Может, лучше мой вариант? Так сразу убиваем двух зайцев и еще одну тещу! Нет! Нет! Давай так! Вскопаешь там всю картошку, огород перекопаешь! И дальше на свободу, как говорится, с чистой совестью! А? Как знаешь! Давай! А может, я их хотя бы руку чикну? Иди, иди! Ну, палец! Кабан, иди уже, иди! О, давай я их глаз высосу! Нет, иди! Все, давай! Сердобольный ты, начальник! Глаз высосу! Неплохо! Человек сидит, как ни в чем не бывало! Приятного аппетита! Спасибо, мам! Если вы мне пришли за картошку поблагодарить, то надо было с тобой пузырек взять, а то борщик на сухую-то не идет! А, так это ты козлина на даче был, да? Да! А что ж ты картошку не выкопала, она вся погнила? И все ценные вещи из дома вынес, на бутылку тебе не хватало, да? Кабан! Кто кабан? Да не вы кабан, другой кабан, это дикий! А, это кабаны, значит, самогонку все выпили, а лоси съели все соленья и овощи, да? А, и лопату мою любимую они же в уборной утопили! Мам, спокойно, я сейчас все объясню, я в этот день вообще-то на дежурстве был! На дежурстве? Ага! А мне соседи сказали, что там телки приехали и танцевали до трех утра, я тебе сейчас этой лопатой закопаю! Мам, вы не нервничаете, не надо! Я тебя уброшу! Мама, спокойно! На троих! Класс! 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 Короче, у нас выходит новый альбом, и нам нужно... Обложка! Красивая обложка, чтобы подчеркивала все достоинства певицы, понимаешь? Все достоинства! Я правильно поняла, вам нужны фотографии в стиле ню? Ню, си, жопа, вот это все нормально, понимаешь? И главное, чтобы мое главное достоинство было видно! Да, точно! Жопа, чтобы на весь экран была! Кстати, лицо можешь не фоткать даже! Я тогда объектив поменяю! Вообще-то я имела в виду свой уникальный голос! Оксана, а как ты собираешься через фото продемонстрировать свой уникальный голос? А я рот пошире открою, как будто я пою вот так! И пусть она мои связки сфотографирует, да? Ладно, давай, таких пару фоток тоже пригодится! Связки вместе с гландами! Ага! Хорошо! А, Егор Егорович! Что? А когда мы с вами уже будем песни записывать? А то все по саунам, да по саунам! Оксана! Ё-моё! Песню ты можешь спеть в любой момент! Там всего семь нот! А вот правильное продвижение, поиск клиентов, аудитории, вот что важно! Ты в этом вообще ничего не понимаешь! Вообще! Все, Оксана, все! Классно! Я уже жду, не дождусь, когда я стану суперзвездой! Скажите, а низ тоже снимать или только верх? А ну, спой! Сейчас! Ага! Я люблю тебя, а ты любишь меня, мой Сережа! Молодец! Да, низ тоже снимать! Давай, не-не-не, перебивайся! Да, да! Час за час трешка! Ага, да, жду! Я когда-то тоже мечтала стать певицей! Ага, класс! 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 Может, вы меня прослушаете? Ага, слушаю-слушаю! Да! Вина! Ты только не обижайся, да? Но с таким маленьким талантом, как у тебя, в шоу-бизнесе делать нечего. Только без обид. Ты взращиваешь в себе этот талант, лучше нарасти. Я дам телефончик хорошего доктора. А когда нарастишь, вот тогда звони, и мы уже тогда как поедем по региональным саунам, в смысле концертным залам. Слышишь? А ты соглашайся, я тоже так начинала. Иди-иди-иди, давай, раздевайся. В общем, простите, простите. Приготовиться к взлету. Что-то с датчиком топлива. Гургинчик, дорогой, в общем, я две канистры слил. Вот твои денежки, в случае, спасибо тебе большое, топливо просто слеза. Мой Ланос на нем летает. Я на светофоре Мерседесе делаю. Самый быстрый таксист в городе. Потому что от чистого сердца. Вах. В общем, я пошел, а по поводу кресел тогда потом переговорим. Да, не вопрос, сколько нужно кресел, столько будет. Очень хорошо, очень хорошо. Давай, борт 713 взлету готов. К какому взлету, Гурген Георгиевич? Вы же все топливо слили. Мы же до Анталии так точно не долетим. Не долетим, так доплывем. Мы из-за вашей бензоколонки в прошлый раз на трассу садились. Я так больше не хочу ехать. Лучше в грозу летать, чем по нашим дорогам. Женя, я тебя хоть раз в жизни подвозил? Да, как тот раз, когда меня стошнило. Это был форс-мажор. Все будет хорошо. Уважаемые пассажиры, это говорит командир корабля. К сожалению, из-за неимоверно нелетных условий Анталия не может нас принять. Вах, какая черная туча. Вах, какая молния. Уважаемые пассажиры, вместо Анталии мы с вами полетим в город Одесса, где точно такое же море, точно такие же цены. Так что давайте все вместе поддержим отечественного производителя. У меня лучше дверь закроют, а нас побьют еще. А вот и они. Хорошего долета всем. До встречи в Одессе. Никого нет? А он мне говорит, я тебя не люблю, Люда, никогда не любил. Нам надо развестись. Вот козел. Знаете, я как адвокат вашего козла, в смысле истца, считаю, что это предвзятое отношение суда. Но как женщина, я с вами полностью согласна. Такой козел, я не могу. И что было дальше, Люда? Дальше. Я решила попытаться как-то спасти семью. Ушла раньше с работы. Побежала на рынок, купила помидорки, лучок, морковку, борщ решила сделать. Моя девочка. А счастливить хотела мужа. Вот какая умничка, да? Прихожу домой, а он на балконе с соседкой целуется. Ну, я их и сбросила с балкона обоих. Хорошо, что первый этаж. Да за такое с девятого толкать надо. Вот это уже точно. Придят отношения суда. Эй. Ну, так его и надо, ты, сволочи. А я ж всегда ему тормозочки на работу готовила. Обстирывала, обглаживала его. Я ж в любое время голова болит, нет? А он... Моя девочка золотая. Так все, девчонки, все. О, хватит. Суд удаляется на поплакать. Как ты так вообще мог, скотина, поступить, а? Да я, ну все вы... Да рот закрыл. Как ты вообще посмел нашей подруге Людочке изменять? А? Все вы несете? Ну-ка, что вы несете? Рот, я сказала. Все. Я объявляю приговор. Ну, какой приговор? Что вы такое говорите? Развозусь я с ней. Приговор. Свобода. Приговор. Все решено. Все имущество отходит в пользу жены. А, забирайте все. А ты, паразит, приговариваешься к магазину. К какому магазину? Что вы несете? Да, сейчас ты, сволочь, пойдешь в магазин за шампанским. И мы будем праздновать развод нашей подружки. Да ладно. Скажу за шампанским. Вы мне, можно сказать, так сейчас жизнь спасли. Мы б с ней точно не ужились. Все, все, все. Так, все. Суд удаляется, надо прихорошиться. Приодеться. И в клуб. Я сказала. Все. Вот там найдем нормального мужика. Да. Ну, а пока он за шампанским ходит, идем ко мне. Коньячку отец. Что вы там про коньяк, все. Что вы? Зинь. Где тебе? А пустырник ему давала? Давала. А корень женьшеня? Давала. А этот, мумиё, пробовали? Ой, да и пробовали, и втирали, и ничего. Мишеньки уже не поднимают, понимаешь? Может, возраст? Да какой возраст? Он же молодой у тебя еще. Так вот тоже. Здрасте. Здрасте, бабуля, шо вам? Ой, дочка, дай мне перзер... 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 Воротивов. Во. А зачем вам, бабушка? Да и дед мой это дело любит очень. Вот и решила взять пачечку. Пачечку? Да, 12 штук давай. 12 штук? Да. Ой, точно. Что-то я не подумала. 12 штук это ж на один вечер только нам. Это ж завтра опять к вам идти. Ну давай сразу три упаковки. Ах, хорошо. А чем вы своего дедушку кормите? Да. Ну так, витаминками вашими и кормлю. Какими? Которые я сейчас и покупаю у вас. Какими? Перзер... Пер... 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 Смартин, вот. Аааа, тьфу. Вот, бабулечка, пожалуйста. А, спасибо. Да, Милочка, еще это, презерватива в пачку дай. Зачем? Ну, мой дед, как ваших витаминок покушает, такой озорник становится. Прямо как в молодости, прямо. 150. Ага, спасибо. Берет, значит, эти презервативы, воду в них набирает, и давай полюдим шпуляться из окна. Как мальчишка. Видно побочный эффект такой. До свидания. А так он не будний. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...